Одинокий самурай это как-то не по фэншую. Самураев должно быть семь. Больше самураев хороших разных. А для этого ставьте лайки и подписывайтесь. Вам не сложно, а мы сможем продолжать. История эта начиналась так себе. Жил-был граф Алексей Розумовский. И вот он разъехался со своей законной женой Варварой в девичестве Шереметьевой, то есть дико богатой. Пятеро детей у них было. И стал он жить с мещанкой Марией, с которой родил еще десять детей. Все они были незаконные, и он не очень-то ими интересовался. Даже отчества не у всех были Алексеевичи. А фамилии они получили Перовские от имения графа, где они и жили. Это район Москвы, Перово, у одноименного метро. Я сама почти местная. В том районе говорили, мы ребята из Перова и живется нам прекрасно. Законные дети графа оказались так себе, ничего интересного. А вот незаконные удались на славу. Семеро из них оставили выдающийся след в истории России. А кто не оставил, за того, как следует, наследили внуки и правнуки. Нет такой области, где бы они отметились внебрачные потомки Розумовского. Перовские были министрами внутренних дел и цареубийцами. Губернаторами Санкт-Петербурга и Оренбурга. Градоначальниками, например, Феодосии. Ботаниками, геологами, писателями. Российское историческое общество. Это тоже они. Кто высадил лес в Казахстане? Собирал античные коллекции. Сейчас они в Эрмитаже. Написал книжки. Ребята из Звериата. И это они. Великая сказка «Черная курица». Это тоже один из Перовских под псевдонимом. Касьва Пруткова, знаете? Это Алексей Толстой и три брата Жемчужниковых. И все они дети тех бастардов. А, да, Софья Перовская, цареубийца. Тоже потомок внучка графа Розумовского. Казнина. Там вообще дофига политка торжан и революционеров в потомках. В общем, плодитесь и размножайтесь. Неизвестно, кто выстрелит. Хотя в связи с глаголом «выстрелит» можно подумать и вообще не размножаться. Но я сейчас о хорошем. Лев Перовский. Лев Алексеевич, сын Розумовского, бастард и революционер. И при этом министр внутренних дел при Николае Первом. Вообще мой любимый министр внутренних дел. Между прочим, по молодости был декабристом. Но пронесло. Никого не сдал. И ровно при том же царе, против которого восставал и был, мягко говоря, оппозицией, в итоге он там стал министром. В его министерстве служил герцен, но довольно бесславно. А славно служил Владимир Даль, личным помощником. Это тот, который словарь. А непосредственно у него, у Даля, в подчинении, служил Иван Тургине, в котором муму. Служил в особой канцелярии для особых поручений. То есть типа разведка. Чем мне так нравится министр внутренних дел при Николаевской России? Очень похожая на путинскую. Тогда внутренние дела были не ментовские, а прежде всего про местное самоуправление. И про полицию, но во втором числе. Именно Лев Перовский во многом подготовил процесс отмены крепостного права. Если говорить о создании нормальной цивилизованной полиции, то это тоже он. Не было до него полиции в России. Он создавал удельные школы и земские училища. Занимался сельским страхованием и судами. Боролся с холерой и с сифилисом. Министр внутренних дел, на секундочку. Мы вернемся к полиции. Вот что пишет о деятельности Перовского старинный русский биографический словарь. «Преобразование полиции не сопровождалось желаемым успехом. Земская полиция по-прежнему находилась в неудовлетворительном положении, а при дурном устройстве ее являлось бессильным законодательством и невозможным правосудие. Дурная полиция, писал Перовский, не производит законов исполнения, не наблюдает за постоянным его действием, не обеспечивает спокойствие и безопасности и, наконец, может вводить в беспрестанные ошибки все судебные места, не исключая высших, которые должны основывать свое решение на неправильно произведенных дознаваниях». Золотые слова. И очень-очень актуальное по сей день. Побольше бы таких ментов и его братьев. Да и племянница его Софьи Перовская тоже, в общем, была девица с идеалами. Царя грохнула. Жаль, конечно, ту реформатора. Но вот мое поколение в школе учили, что правильно сделала. Сейчас, кажется, учат по-другому. Кто знает, как оно дальше пойдет. А еще нас учили, что Николай I был так себе царь. Соглашусь. Однако и при нем декабрист и оппозиционер, а также, кстати, бастард, мог стать министром внутренних дел. Если что, я против царей. Но социальные лифты даже при царях работали. Это как если бы Путин назначил бы сейчас на МВД Ивана Жданова из ФБК или Марию Певчих, директором ФСБ. Субтитры создавал DimaTorzok